ДИСПЕРСИЯ В гости ко мне приходят обычные люди, жизнь которых изменил покер. Причем, конечно же, как вы понимаете, в лучшую сторону. Вот и сегодня у меня такой же гость. Благодаря покеру в данный момент и уже долгое время он может себе позволить вести такой образ жизни, о котором, наверное, многие из нас только мечтают. При этом сверх лимиты он совсем даже и не бьет. В общем, будем разбираться. Тем более, что Николай уже здесь и готов вступить со мной в диалог в долгожданный. Коль, привет. Привет, Мидия. Ну, для начала расскажи немного о себе. В покере я имею в виду. Что играешь, где, зачем, почему и почем? Ну, играю я в покере, собственно, сейчас не самый высокий лимит. НЛ-50100 в одном небольшом руме, который я не хочу пиарить. До этого у меня были попытки закрепиться на Старзах на 200+, но они особо ничем не увенчались. И вообще со Старзов я решил уйти, пробовал восьмерки, но там тоже, собственно, не получилось ничего. Вот, и сейчас я такой трудолюбивый гриндер, который месит много рейка. И я, собственно, этим никогда не занимался. Осваиваю для себя новую профессию, можно сказать. Которая называется гриндер? Которая называется играть по 9-10 часов, 12-15 столов и уходить в покер с головой. Вот, но я скажу, что, в принципе, я думал, что все будет хуже, потому что для меня это своего рода челлендж. И я воспринимаю это с оптимизмом, потому что это дает мне силы. И, как ни странно, я вижу в этом большие перспективы именно для себя. Я уверен, что это подойдет далеко не каждому. Кому-то подойдет 4-6 столов, но я понял, что это мое, потому что я, в английском есть слово, push. Вот, я себя преодолеваю постоянно, каждый день, и мне это все больше и больше нравится. Понятно. Ну, тогда второй традиционный вопрос для начала, для затравки. Расскажи о своем знакомстве с покером. Как вообще это произошло? Насколько давно? Ну, и так, вкратце, какие-то вехи своего покерного пути озвучи. Я думаю, что с покером я познакомился в году 2008-2009. Говорю так не точно, потому что я не могу вспомнить конкретную дату. Я начинал играть тогда NL 5-10, Cash. И на тот момент моя девушка, она была не совсем за мое увлечение новое. И тогда у меня были проблемы с работой. Я искал работу, уволился только с казино. Да, работал два года в казино дилером. И, к сожалению, хотя я, в принципе, не сожалею о чем-то, но в тот момент я еще не заинтересовался покером, холдемом. Хотя уже в казино тогда играли. Естественно, все, думаю, понимают, что тогда были самые сладкие поля. И в интернете, в онлайне можно было зарабатывать много, кто-то успел. Но мне было не до этого. И, в общем, собственно, я начал играть в Cash по ССС. Тогда все это начиналось со стратеджи, все эти уроки, какие-то статьи. Ну, я думаю, многие проходили этот этап. Полтинники на разные паспорта. Это было интересно, потому что игра меня захватила. Да, я могу это помнить. А ты считаешь, что срок давности по этим преступлениям уже прошел? Виновен, да, виновен. Но, скажем, я не думаю, что индустрия потеряла много от каких-то моих действий. Потому что все это капля, все это песчинка в огромном океане злодеяний. Я думаю, что у меня все нормально с кармой. Это отдельная тема, это у нас еще впереди. Ладно, сейчас отвлекся. И, собственно, начал играть в ССС. Пробовал также немного какие-то СНГшки, что-то. Но это было точно не мое. И, наверное, года полтора до 2011 года я активно играл. Затем создал на стратеджи тему «Зимовка на Бали». И, собственно, собралось некое комьюнити, которое встретилось на Бали. Мы здесь прикольно проводили время. Было интересно. Разные люди познакомились между собой. И, собственно, для меня это стало неким открытием моим в мир путешествий, в зимовке в разных странах, в духовное искание. Потому что это интересно, да, можно так сказать, что Покер открыл мне в том числе и такие двери, как поиск себя. Потому что он мне дал возможность не сидеть в офисе. И, соответственно, у меня появилось время для того, чтобы я мог задумываться о каких-то вещах в поездках или же просто наедине. И поэтому я благодарен Покеру, что он мне дал все эти замечательные возможности и познакомил с людьми. И, собственно, затем... Ну, я в тот момент был таким, наверное, нулевым гриндером, нулевым играл на регбэк. Но, тем не менее, очень весело проводил время на Бали. Полгода прошло. Банкролл немного подъело. Подъело, и я уехал обратно в Россию. Так повторялось в итоге, наверное, два раза, да. То есть я два раза уезжал за три года домой для того, чтобы снова обрести силы, чтобы снова подладать банкролл и отправиться в свое самое любимое место на свете пока что. Да, это Бали. Это мой второй дом, я могу с уверенностью сказать. Мне здесь все очень хорошо, и все это, да, происходит прямо здесь, прямо сейчас. И я, можно сказать, счастлив, где я нахожусь. Про Бали мы обязательно еще... Или Бали, я не знаю, как это правильно произносить. Вот ты как... По-всякому. Бали, Бали, иностранцы называют Бали, русские называют Бали. По-всякому. Ну, понятно. Обязательно обсудим подробно эту тему. Но для начала хотел тебя еще вот что спросить. До того, как то ли в восьмом, то ли в девятом году ты познакомился с покером, ты успел поработать как-то на работе, на офисной какой-то или какой-то такой... У тебя есть какая-то профессия не покерная? Я не закончил университет, потому что, собственно, в какой-то момент, наверное, на курсе третьем, четвертом, я уже очень сильно забивал на учебу, не ходил пропускал, обучался на железнодорожника, на управление. Ну, я из города Хабаровска вообще. Всем привет, кто издалека. И я понимал, что это не мое, я не могу работать по данной специальности, хотя у меня брат закончил, и меня все тянули, тянули, тянули. Но я настолько забивал, что это привело к тому, что я начал ходить в академию. Первый раз, второй раз там работал в это время, и в итоге я откосил от армии в один из академов и понял, что, собственно, у меня есть какие-то разные возможности, помимо учебы. Вот я пошел в казино искать себя. Я могу еще рассказать, что помимо того, когда я возвращался первый раз, когда я подзалил банкрол, я работал на телевидении, монтажером. И это был такой ключевой момент, ключевой этап в моей жизни, когда я понял, что лучше будет покер, лучше будет офисная работа, скажем, где-то в комфортном мне месте, нежели я буду тратить час-полтора-два на то, чтобы добраться до работы, чтобы сидеть в таком 3х3 закутке, монтировать по 9-10 часов видео, на новости, общаться с журналистами и прочим. То есть это было вообще не мое, но я там продержался полгода, и опять же уехал потом снова. То есть это для меня было уже таким тем этапом, когда я понял, все, хватит. Это все, это не про меня, не моя жизнь. Я не хочу так больше жить. Коля, а как вообще тебя занесло в видеомонтаж? Просто интересно, такая профессия, которая как-то не очень коррелирует с твоим образованием неоконченным. Началось все с того, что занимался брейк-дансом я в юношестве достаточно долго, и у родителей как-то взял камеру, поставил на стул, на табурет, и мы снимали свои тренировки. Снимали тренировки, которые я потом монтировал, пытался делать какие-то интересные видеонарезки. До сих пор остались какие-то воспоминания, и, собственно, даже в интернете иногда кто-то мне присылал ссылки на старые работы, было очень интересно посмотреть. Затем я начинал снимать какие-то вещи с другом. Мы снимали ночные вечеринки, снимали видеоотчеты, тоже пытались зарабатывать этим на жизнь. Таким фрилансерством, наверное, мои первые попытки заниматься, и это было тоже интересное время. Но я понял, что, скажем, творчество и заработок денег – это очень сложная тема для меня, потому что есть люди, для которых это нормально считается, допустим, фотографией заниматься или видео снимать и получать за это деньги. Вот этот прямой контакт, работа, деньги, работа, деньги, отдать работу клиенту. Но для меня это не совсем подходит, потому что у меня, видимо, особое отношение с искусством, с творчеством и ощущением себя в творчестве. И я не могу себе позволить на данный момент, скажем, уводить эту тему полностью в заработок. Хотя я мог бы это сделать отлично, я считаю, потому что живу в таком месте, где миллионы туристов, огромный поток туристов и иностранцы платежеспособные, но я вот не могу, как-то не могу позволить себе наступить на эту рану. И оставляю для себя творчество творчеством. То есть, возможно, когда-нибудь мне придет идея снять короткометражку. У меня сейчас есть аппаратура, достаточно для этого есть какие-то навыки. И, может быть, стоит прикупить свет, найти каких-то единомышленников и что-то сделать. Но пока что я это не делаю. Пока что времени нет. Покер забирает все время. А для того, чтобы создавать, для того, чтобы творить, нужно определенное пространство. Нужно порой просто сесть, никуда не бежать, не торопиться и ждать, когда что-нибудь тебя посетит. Ну, это такое, это в таком режиме стендбай, скорее. А мне сейчас это не совсем по карману, наверное. Мне нужно работать, работать, работать и реализовать свои другие задачи и цели, к которым я иду. Давай все-таки вернемся к покеру. Ты уже такой матерый человек, уже много лет в этой всей истории присутствуешь. Вот просто интересно, ты всегда был человеком, способным огромные дистанции отыгрывать? Или это какая-то вынужденная такая мера? Потому что, так вот я послушал тебя, ты уехал практически жить на Бали. Это, в общем-то, не дешевое такое, ну, так скажем, удовольствие. Но при этом ты это делал даже тогда, когда играл просто на рейкбэк. То есть это какие дистанции нужно было отыгрывать для этого? Причем не на самых высоких лимитах, как я понимаю. Ну да, это было и 050, и 0100 на тот момент. Тогда еще Супернова оплачивалась больше, более достойным был труд. И да, я просто много катал. Но действительно, да, правильно ты сказал, что все эти перемещения и жизнь здесь недешевая. Собственно, это послужило причиной, почему я до сих пор не играю какие-то там заоблачные лимиты. Потому что есть достаточно примеров ярких в русском комьюнити, когда люди начинали в 2011-2012 году, даже в 2013 году и поднимались достаточно быстро. Но, естественно, для этого одной из причин было то, что люди не тратили много денег. Они были в пространстве СНГ, я так скажу, где достаточно дешевая жизнь, и ты можешь позволить себе хороший банкролл-билдинг. Я же себе этого не позволял. Я выбирал активную, яркую, красивую жизнь. И сейчас я нахожусь там, где я, можно сказать, был года 3-4 назад. Я играю те же самые лимиты. Где-то меня это уже надоело, но я продолжаю это делать и смотрю в светлое будущее. Вообще, насколько тяжело в таком ритме жить? Много ли приходится положить, так сказать, на алтарь покера, пожертвовать чем-то? Многими ли вещами ради того, чтобы находиться там, где тебе нравится, находиться в этом прекрасном твоем любимом месте? Ну, я не думаю, что на данный момент какие-то расходы были бы в России больше, чем в два раза. То есть я думаю, что сейчас разница моей жизни в России была бы в раза два максимум дешевле. Но при этом уровень жизни, разумеется, несопоставимый. И я выберу чуть больше поработать, чуть больше посидеть за компьютером, но фон будет другой. И я не скажу, что это прямо сейчас какой-то адский труд. Скорее наоборот, потому что, ну и как я уже говорил, да, я начинаю получать удовольствие от процесса. И может быть это мазохизм какой-то или что-то, но мне нравится ощущать, что я становлюсь лучше. И еще, допустим, неделю назад я не представлял, что я буду выдерживать такие дистанции, что я буду ставить себе какие-то новые, свежие, достаточно грандиозные для моего внутреннего ощущения задачи. И я успешно к ним начинаю двигаться. То есть я уже вижу какие-то первые подвижки. И первый вывод это, что я на старт, скорее всего, не вернусь никогда. Я не хочу этого. Вот. Возможно, стоило мне это сделать раньше. И сейчас, да, этот вывод такой очень для меня явный. Возможно, ситуация как раз и развивалась таким образом, чтобы я вот сейчас взял и принял такое решение сменить все, сменить рум, в котором я очень долго был, и выбрать небольшую комнату, в которой были очень привлекательные, предложения. Вот. Поэтому я очень рад. И я очень рад трудиться. И становиться лучше и сильнее. Ты знаешь, это удивительная история, потому что после стольких лет вот новое дыхание у тебя такое появляется. И покер, насколько я понял из твоих слов, это для тебя не только средство заработка, но при этом еще он продолжает быть тебе интересным. Как? Ну, я думаю, это связано с тем, что в детстве я играл в шахматы, может быть, лет так 7-8. То есть в школе я учился, кто-то занимался разными видами спорта, я выбрал шахматы. И у меня неплохо получалось. Я достиг там первого разряда и, может быть, какой-то кандидатский балл. Выступал на соревнованиях. Мне нравилось вот это состояние челленджа, но интеллектуального, когда есть ты, когда есть другой партнер, и вы за доской сидите. То есть для меня это и послужило вот той ступенькой, когда я в покере оказался не из-за того, что не из-за лудоманской ее жилки, скажем так. Потому что есть люди, которые талантливые, есть люди успешные, но у них, допустим, есть проблема с тильтом. У меня же тильта нет, мне кажется. Возможно, раньше не хватало как раз продуктивности, не хватало терпения и вот просто сесть, свою задницу посадить часов на 10 и сиди катай. Мне этого не хватало. Но не было проблем, как мне кажется, с интеллектуальной составляющей. И в том числе мультитейблинг тоже поддается и поддавался вот каким-то дрессировкам, можно сказать. Потому что были какие-то сеансы одновременной игры, когда, допустим, объясню, кто не знает, когда один шахматист играет одновременно на скольких-то там, допустим, восьми досках, идет, перемещается. Делает ход, идет дальше. И это своего рода мультитейблинг, только в шахматах. И поэтому я в покере, потому что для меня это интеллектуальное искусство. Для меня это интеллектуальный спорт. И я люблю временами сидеть в разных программах. Хардранерс, раньше это было потом симпл, считать стратегии, высчитывать оптимальные розыгрыши или какие-то эксплойтные стратегии. Мне это очень нравится. И я вижу в этом настоящее искусство. То есть, когда человек как-то интересным образом оперирует своим рейнджем против рейнджа оппонента, пытается его обыграть, здесь немного там получить преимущество. Это очень красиво. Это на самом деле искусство. Я думаю, что можно создать своего рода аналог к галереям, только это будет покерная галерея, как раз где ты подходишь к стене, там на планшете проигрывается какая-то раздача. И ты наблюдаешь и думаешь, ох, гениально сыграно. Я понимаю, конечно, что катать в серой, промозглой, депрессивной реальности, в холодной нашей прекрасной страны, в этих, во всех реалиях, это не так сложно, потому что очень даже хочется посидеть в квартире и никуда не выходить. Но когда ты находишься в таком прекрасном, сочном, зеленом, сочащемся солнцем месте, ну, как-то, мне кажется, я себе оставлю на твое место, невозможно, по-моему, сесть за компьютер, хочется просто ничего не делать, просто наслаждаться жизнью, рвать бананы с пальмы. И это очень распространенная проблема у тех, кто уезжает на зимовки и вообще на долгое время, вот я имею в виду покеристов, в такие вот подобные места, в так называемом расслабленном режиме маньяна они существуют. Вот у тебя таких проблем не возникает там? Вот насколько тебе тяжело уйти куда-то там и вот сесть и заставить себя катать вместо того, как наслаждаться там жизнью, всеми прелестями? Ну, это было раньше сложно, потому что все мои вот предыдущие две зимовки, они заканчивались ровным счетом из-за того, что я не работал много, не работал оптимальным образом и не находил время для столь длительной работы. Я думаю, что каждый человек может отыскать в себе двигатель, это действительно вечный двигатель. Если правильно подобрать ключ, то не потребуется никакая внешняя мотивация, и лишь своего желания будет достаточно, чтобы просыпаться рано с утра в 5.30, в 5.40, если есть волны, идти серфить, потом садиться за покер, либо сразу садиться там в 6 за покер и просто увлекательно, скажем, нажимать кнопки и думать о том, что ты идешь к цели, вот и все. Потому что раньше это действительно было огромной проблемой. Я не мог, допустим, работать больше 4-3 часов, может быть, иногда, если я отыгрывал какие-то сессии по 5 часов, я вообще себя чувствовал каким-то марафонцем. Но все это поддается трассировке, и мы люди, мы способны привыкать к любым нагрузкам, к чудовищным нагрузкам. Мы просто не знаем настоящих своих возможностей. Я думаю, что каждый человек, он должен расширять свои границы, свои рамки, пробовать себя там, где ты еще не был, попробовать себя поставить в определенные сложные условия, может быть, времени мало, а нужно что-то быстро сделать. Все мы помним, мы знаем, когда на экзамене в университете в последнюю ночь все учат и нормально сдают экзамены. Но, скажем, я считаю, что можно в покере быть дисциплинированным, иметь хороший график, который будет, в принципе, сочетаться с, в кавычках, сбалансированной жизнью, если есть такое понятие. Я считаю, что такого можно достичь. Иду к этому. Поэтому не вижу никакой проблемы, где ты находишься, или в Москве, или на Бали, или еще где-то. Главное – внутреннее желание, которое тебя двигает и пинает каждое-каждое утро. Ясно. Насколько мне известно, покер тебе подарил не только свободу передвижения и новую такую вторую родину, как ты сам говоришь, но еще и такую вещь, как серфинг. Насколько ты профессионально уже продвинулся в этом смысле и успеваешь ли сейчас заниматься этим делом? Я бы хотел заниматься этим больше. Для справки скажу, что я сюда приехал из-за этого. В 2011 году я выбирал между Таиландом, между Бали, но когда узнал, что здесь есть серфинг, я сразу за пару дней просмотрел кучу фильмов, которые тогда на тот момент существовали, художественные, голливудские, и не только. Я был полностью в этом погружен и вообще с ума сходил. Но потом приехал я, попробовал встать на пенки, так называемые, на небольших волнах, и немного мой пыл был остужен. Потому что я себе представлял это не так. Я думал, что поеду, как-то там буду какие-то штуки делать, а так всего лишь ты едешь прямо, и ничего увлекательного я не нашел в этом занятии тогда. Потом еще получил травму какую-то. А, на байке упал, да. И не смог активно заниматься. Но потом со временем моя страсть, она усиливалась, можно так сказать. Еще одной проблемой было то, что я вначале не пошел в школу. Хотя это требуется, могу строго рекомендовать всем, кто начинает и приступает к серфингу. Потому что можно сэкономить здоровье, можно сэкономить время, кучу времени. Вот. Но я могу сказать, что один сам занимался, что-то смотрел где-то, но я не видел себя со стороны и не было человека, который мог бы убрать вовремя какие-то ошибки, подсказать где-то, где-то подстраховать. Ну и в принципе не стоит серфить одному в океане, потому что есть споты, где бывать небезопасно. Если это большие волны, желательно, чтобы была рядом крепкая рука товарища, надежная. Вот. Но я стараюсь находить время для серфинга. Наблюдаю, регулярно захожу на сайт, чтобы проверять волны. Я готов жить по расписанию. Если это расписание утренней каталки, говорил один человек. Вот. Я соглашусь с ним, потому что это дает жизни действительно яркие краски. Если что-то у меня в покере не так, а если просто хандра, если депрессия небольшая, то ты сидишь в океане. Это невероятные, непередаваемые ощущения. Ты на дне с природой, тебе больше никто не нужен. Хорошо, когда ты серфишь с кем-то, с друзьями, с приятелями, с кем ты можешь поболтать, но я готов это делать и в одиночку. Для меня это своего рода медитация в миру. Не нужно для этого уходить на випассаны. А я сижу в океане, это мой способ восстановиться и быть ближе к природе, и быть ближе к себе. Могу еще дополнение небольшое сделать, что недавно серфинг стал официально олимпийским видом спорта. И я так на самом деле задумывался, что если бы мне было лет на 10 меньше, мне сейчас почти 30, и я думаю, я бы просто с удовольствием, имея возможности, я бы ушел бы, наверное, с головой в профессиональный серфинг, постарался бы это сделать, потому что, скажем, в России, я не скажу, что много достаточно сильных ребят, все еще молодая дисциплина для нас, все-таки Россия не имеет доступа к океану, к морям имеет, но у нас нет качественных волн, можно сказать. Поэтому я бы с удовольствием этим занялся, но и ради себя я тоже готов покататься. Ну, я так понял, что ты человек, который не останавливается на достигнутом, постоянно находится в каком-то поиске, мало того, что ты ищешь, ты еще и находишь какие-то новые возможности у себя внутри для какого-то развития, и ищешь ты много, и находишь много, и не только места для серфа, и для путешествий, но и ищешь еще при этом самого себя. Твои поиски себя, они, в общем-то, тебя тоже завели уже на какой-то достаточно серьезный уровень. Вот расскажи о своем духовном опыте и поисках себя, о местах, в которых ты побывал в связи с этим совсем. Ну, я думаю, духовный поиск и свой уровень нельзя сравнивать с лимитами в покере, достаточно, потому что специфичная будет оценка, но скажу, что после первой поездки на Бали у меня как раз и начались какие-то подвижки в сознании. Началось это, наверное, с приема грибов галлюциногенных. Тогда это еще было легально, сейчас, тем не менее, никто это не запрещает делать людям. Но я не буду пропагандировать это, потому что каждый должен решать для себя. Для меня это было той дверцей, которая, собственно, приоткрыла, приоткрыла, не знаю, дверь, позволила взглянуть на окружающий мир и на себя в нем другим взглядом. Я начал задаваться совершенно другими вопросами. И для меня, да, это было сугубо таким сугубо практическим опытом, приемом. То есть я мог скушать и сесть, допустим, в одиночестве где-нибудь на пару-тройку часов и погрузиться в себя. То есть для меня это было очень такое, очень интересное путешествие. Просто есть люди, я не буду рекомендовать, потому что есть люди, у которых слишком много внутри каких-то разногласий, много нерешенных страхов, может быть, осталось. И там, внутренний диалог, может быть, будет зашкаливать. Вот, поэтому тут каждый человек определяет для себя те средства, которые для него хороши. Ну вот, затем я открыл для себя какие-то уже там йогу пробовал, начинал, но сейчас я немного уже не в этой теме. А когда в Гуа ездил, тоже была зимовка небольшая на 4 месяца с компанией, не с покеристами, а там с другими. В общем, там был у меня ретрит. Очень интересный опыт. Наверное, 13-й год был. Это были мгновения, то есть групповая медитация. Мы там сколько, три недели были. Правда, я ушел через 10 дней, потому что нужно было статус докатывать на старзах. Вот, и я чуть-чуть убежал оттуда. Но скажу, что за 10 дней групповой медитации называлась она и называется «Мистическая роза». Кому интересно, погуглите потом. Очень рекомендую. Основана медитация на методах Оша, в том числе. Разные его методы, которые он проповедовал. Были вот трансформированы разные техники. Очень интересные три недели. Первая неделя это неделя смеха. То есть всю неделю практически основная практика это смех, потом неделя слез и неделя молчания. На слезах я, собственно, и закончил это, потому что расскажу по порядку. Вначале мы начинали каждое утро в 4 утра. Нас будил гуру. Мы садились медитировать. Это было, наверное, часа 2. Да, 2 часа. Там в горе еще очень прохладно по сравнению с другими тропическими местами. Там очень холодно, я бы сказал даже утра, потому что на байке ехать без шапки это очень холодно. Особенно, когда у тебя лысина на голове. Было холодно, но было очень вдохновляюще, потому что ты сидел, ты делал активные дыхательные практики, твое тело, мое тело было все горячее, разогретое, и это очень приятный контраст создавался с окружающей средой. И, собственно, на вот этих утренних 2-3 часовых практиках для меня это были основные такие трансформирующие моменты мгновения в моей жизни, одни из самых ярких, потому что я это могу называть таким духовным оргазмом, наверное, такого испытания, не знаю, чего божественного порой, но один раз вот самый максимум меня там унесло минут на 15, я просто рыдал, пока все сидели и медитировали, продолжали, я просто начал рыдать, потому что не мог остановиться, это шло нескончаемым потоком, это был водопад, но я просто был счастлив, что-то, нечто, оно проходило, оно освобождало меня, и это было избавление, то есть я считаю, что наше общество, оно, конечно, ограничивает нас, когда, допустим, нельзя там смеяться громко, то есть на тебя будут люди смотреть, там, особенно в России, я не думаю, что это бывает так, где-то еще, но, или, допустим, мужчина, мужчина не должен плакать, да, есть такая штука, то есть слезы не украшают, и все это определенные программы, которые заставляют нас, не знаю, преследовать и быть не собой, быть в каких-то рамках, вот, я считаю, что нужно избавляться от различного рода программ, которые на нас негативным образом ограничивающие убеждения, вот, то есть я за то, чтобы мы, каждый делал свою внутреннюю работу, у каждого она своя, вот, то есть я считаю, что учимся мы везде, мы всегда учимся, иногда в покере, даже в последние дни ловил себя на мысли, что для меня это своего рода медитация, то есть это те мгновения, когда вот ты сидишь, да, не общаешься ни с кем, ты постоянно, вот, у тебя руки делают, что-то делают, и ты, вот, ловишь определенный такой момент, когда вообще задумаешься, о смысле жизни, вот, вот, что для меня сейчас в последние дни делает моя трудоспособность, поэтому мне это тоже интересно, потому что я, когда ловлю на себе какую-то эмоцию, да, я там начинаю раздражаться от стека, который уехал не ко мне, что кто-то меня переехал, там, и я ловлю, ловлю сразу эту мысль, и думаю вообще, как бы я хотел действительно реагировать, то есть хочу я сейчас раздражаться, или может быть я хочу продолжать нормально, сидеть в хорошем состоянии, потому что это все мы выбираем, ни кто-то там, никакие внешние обстоятельства в идеале не должны влиять на наше состояние, на наше, в кавычках, счастье, на уровень гармонии, то есть я думаю, что вначале мы пытаемся вот это все внешнее найти, потом мы отыскиваем внутри себя, вот, и у меня сейчас в покере как раз тот этап, когда ищу себя, вот, ищу свой внутренний такой стержень, внутренние силы, которые будут постоянно меня держать в том, подобающем состоянии в гармонии моей покерной, вот, то есть я вот так стараюсь смешивать, смешивать, возможно, для кого-то несмешуемое, но вот так вот получается, как получается, мне это очень интересно. Получается, что такая достаточно возвышенная вещь, как духовные практики, применима к такой приземленной вещи, как покер. Да, это проходило у меня еще разные этапы, были разные этапы становления, потому что были несколько важных таких моментов, когда я просто после знакомства с буддизмом на тот момент, я начал отвергать себе вот эти покерные, скажем, покерные стремления, то есть я считал, что это не очень хорошо, что я делаю не очень хорошее дело, это неэтично, чем я занимаюсь, вообще, может быть, стоит бросить, ну, на самом деле бросал раза два, наверное, потом возвращался, вот, и я считаю, каждый должен определиться, кто он в покере и вообще, что покер для нас значит. Если, ну, ладно, не буду оценивать, просто есть люди, которые в этом, у них есть страсть, да, у меня нет страсти, у меня есть, мне нравится, игра, мне нравится то, что я могу приложить свои усилия в достижении каких-то внутренних, не знаю, граней, что ли, познавания себя, то же самое, ты можешь безопасным образом соперничать и конкурировать с другими людьми, этим мне нравится покер, вот, для этого никого не нужно бить по голове, чтобы доказать, что ты лучший там на ринге, а просто достаточно быть лучше себя вчерашнего, просто ты соперничаешь с самим собой, возможно, это мне наиболее близко в покере. Ну, вот ты два раза бросал покер, да, как минимум, наверное, вот, ну, то есть, причина понятна, то есть, это какие-то внутренние твои разногласия, не соответствовал как покер какому-то духовному росту или открывшемуся пониманию себя там в мире, вот, но что тебя заставляло вернуться каждый раз? Ну, я возвращался, если брать какие-то, ну, скажем, самые ранние попытки оставить покер, то есть, самые ранние, когда там, может быть, НЛ-10 короткие столы начинал играть, и тогда у меня была уже такая покерная моя мечта, то есть, я знал, что я хочу зарабатывать покером, я хочу обеспечить себе какие-то основные потребности реализовать, и, возможно, что-то там путешествовать, тогда я думал на цифрах тысяча долларов, что это будет просто шикарно, вот, но затем второй раз я бросал, когда, да, когда приехал с Бали и пошел на телевидение, у меня просто физически не было времени снова играть, но потом я начал находить время, то есть, настолько что-то меня связывает и связывало с покером, даже на тот момент я стал вставать там на 2-3 часа раньше и перед работой играть, потом еще больше времени пытался находить, но даже сейчас я стараюсь ловить себя на том, что бывают моменты, когда я перегораю, да, я думаю, каждый с этим сталкивается, всем спортсменам нужен отдых от их, скажем, основной нагрузки, вот, и покеристы, многие, они пренебрегают этим, я считаю, это в корне неверно, неправильно на дистанции, поэтому иногда я делаю какие-то перерывы, которые действительно мне показывают, что у меня есть определенная связь, что мне нравится эта игра, и это верный способ вновь почувствовать свежесть, что ты просто открываешь столы, и тебе снова нравится вот это весь процесс, вот, поэтому, да, я могу сказать, что мне нравится процесс, но я не могу сказать, что это прям чистый азарт, нет, это не азарт, не знаю, игра эта очень красивая. А вот эти вот маленькие отпуска от покера, которые ты периодически берешь, это мы о каких временных промежутках говорим, там, день-два неделя, месяц, как ты потом наверстываешь упущенное? Месяц, месяц, это критично на самом деле, потому что я говорю о небольших перерывах, если уйти на месяц, то, ну, особенно, если играть нормальные средние лимиты, там тебе просто не позволят это сделать, потому что ребята тебе покажут, где твое место, и что они делали в это время, и где ты был в это время, непонятно, вот, но я думаю, короткий отдых один, два, три, не знаю, неделя максимум, если уж совсем прям уже все печально, то это время, да, оно способно освежить любого человека, но больше я не могу, для меня очень уже негативным образом наираскладывается, когда я больше трех дней делаю, то есть это уже проходил, я стараюсь не делать больших перерывов. Как ты считаешь, вот сейчас, в наше время, сегодня стоит пытаться с нуля вот начинать покерную карьеру? Многие говорят, что нет, это невозможно, но с другой стороны, так, по-моему, говорили всегда те, кто уже чего-то достигли. Вот с твоей точки зрения, стоит ли сейчас начинать, и с какими трудностями может столкнуться человек, и преодолимы ли они? Я думаю, что оценить стоит или не стоит начинать зависеть от человека. Вначале должна быть страсть. Если человек приходит в покер ради денег, однозначно не стоит, потому что он долго не сможет находить вот себе этот огонь внутренний, когда будет у него что-то не получаться, он просто забьет и бросит в итоге, и это будет потраченное время, тем более, если он ищет себя в этот момент, пусть лучше применит свои какие-то навыки, силы в поиске других занятий. Но если же у человека есть просто внутреннее желание играть, если у него есть интерес к игре, к ее эстетической составляющей, тогда определенно стоит начать, потому что даже если человек не заберется на какие-то лимиты высокие, он будет получать удовольствие от того, что он просто час-два играет пару раз в неделю, ему это будет в принципе достаточно, для него это будет хобби, это тоже хороший я считаю результат, потому что мы ищем себя в чем-то и скажем, это тоже работающий вариант, работающая стратегия, но в принципе сейчас конечно тяжело стартовать, да, много уже идет обрезок бонусов, рейкбеков, условия не улучшаются, как раз наоборот, но тем не менее я считаю, что если человек не намерен жить в каких-то западных развитых сообществах, странах, где жизнь дорогая, а допустим хочет в России так же оставаться, то я считаю очень даже стоит, потому что в России чтобы нормально зарабатывать, точнее чтобы жить нормально в России много зарабатывать не нужно, поэтому я могу сказать, что если есть внутреннее желание, если есть интерес, однозначно стоит, ну если вы студент. Ты знаешь, многие покеристы, немало таких людей, они отправляются как и ты в Таиланд, на Бали, в Мексику, какие-то еще страны подобные для того, чтобы там жить и работать. Но как бы еще больше народу действительно хочет так сделать, но что-то их останавливает, потому что действительно решение непростое, вот даже уехать на зимовку на 3-4 месяца, ну а ты, как человек, как корифей в этом смысле, как регуляр жизни за границей, вот не мог бы рассказать немного, поведать, что стоит в первую очередь знать, когда ты приезжаешь на такое время, вот продолжительность за границу, и что делать, что не делать, вот поделись опытом, может быть, какие-то советы кому-то помогут. я думаю, что в первую очередь нужно позаботиться о страховании жизни, о здоровье, берем страховку, читаем в интернете, какие сейчас в моде страховки, какие страховые не будут кидать, которые будут нормально платить, потом обязательно ищем, ну желательно, скажем, ищем человека, который на месте мог бы вам показать место, может быть, знакомый уже где-то ваш там живет, или кто-то был знакомый, кто может посоветовать что-то, затем зарабатываем деньги, или нарабатываем какой-то капитал, который поможет нам прожить некоторое время, но я скажу основную мысль, я считаю, что это в России, да, особенно в России это очень очень видно, очевидно, что многие люди, они находятся в своей маленькой скорлупе, и очень тяжело порой достать оттуда человека, потому что все окружение, оно также наблюдает на этого человека, говорит, эй, сиди с нами, никуда, куда ты поехал там, давай, будь как все, нормально, там, все, в России, но я считаю, что если человек действительно хочет познать что-то, хочет, не знаю, увидеть даже себя просто с другой стороны, а тем более познать культуру других стран не по телевизору, а на своем опыте, а поверьте, порой это настолько сильно различается, что пропаганда, скажем, по телевизору, да, она просто затуманивает нам мозги, она нам не позволяет взглянуть на мир, тем невооруженным взглядом, тем чистым взглядом, которым мы вот через свой непосредственный опыт, я считаю, поэтому человек должен путешествовать, поэтому он должен брать не какие-то путевки там два или один раз в год на две недели, чтобы на пляже поваляться, нет, скорее предоставьте себе такую возможность, там, отложите, чтобы на месяц-два можно было поехать в какое-то место, исследовать его, взять байк, нужно, конечно, быть аккуратным, потому что это травмоопасно, но строить научиться однозначно, либо машину взять и просто попытаться исследовать какое-то место, все, и наблюдайте за собой, это, это вообще, это вот, вот что нужно делать, то есть, если что-то, если в жизни что-то идет уже не так, кажется, что нужно, хочется перемен, обязательно собирайте чемодан, пакуйте вещи и планируйте что-то, меняйте, потому что мир, он замечательный, столько всего, столько открытий можно сделать, только путешествуя и, не знаю, изучая другие культуры, страны, познавая это через себя, но вот могу вкратце сказать еще такую штуку, что мне очень хочется побывать много где, где еще не был, да, логично, но в Латинскую Америку хочу и хочу в Чили поехать, потому что там есть возможность до сих пор, скажем, если при определенных условиях ты выбираешь, ты получаешь вид на жительство, потом пять лет живешь и получаешь паспорт страны, который дает тебе возможность очень хорошо путешествовать практически без всяких бюрократических штук, то есть ты, если гражданин Чили, ты можешь поехать в США, ты можешь в Европу пожить, тебе никто не будет спрашивать, а у вас есть Шенген, или там, ну, в другие страны, то есть я говорю о развитых странах, вот, потому что неизвестно, что будет, скажем, с политикой, с курсом страны, российским, российской страны, я не скажу, что я думаю, что будет все светло и многообещающе, оптимистично, поэтому мне хочется себе и моим близким, скажем, лучшей жизни, а сейчас я это вижу как раз в обретении экономической свободы, когда у тебя есть второе гражданство, это идеально, вот, так что, так что я почти снова готов начать учить испанский, который мне очень нравится, и, да, скоро я поеду, я думаю, скоро это случится. А вот ты выбрал такие жаркие страны как приоритет, почему? Вот тебя привлекают, как ты сказал, развитые страны, Европа, Америка, вот эти вот всякие замечания? Меня привлекает сейчас, такое у меня небольшое ограничение стоит на то, что я не хочу жить там, где нет волн, это на самом деле огромное ограничение, потому что это большая планка, это планка, которую, когда ты ее достигаешь, ты уже не хочешь мириться с чем-то, то есть, допустим, я там жил в Сербии некоторое время, да, я очень скучал по волнам, или в любых других местах, где я был уже после обретения какой-то вот своей серфовой самостоятельности и какого-то уровня, да, когда я уже полюбил это дело, то сразу встает вопрос, а, собственно, куда вот я еду, если я еду надолго, то зачем, что я хочу, там будут вообще волны или нет? В Чили это проблема решаема, потому что, ну, там Тихий океан, хотя там холодно, нужно в Гидрике кататься и условия не самые лучшие, но там это еще можно делать, вот, но в Европе, допустим, жить не хочется, скорее я вижу свое будущее, это как перемещение между базами, то есть, одна может быть там где-нибудь в Южной Европе, другая на Бали, там третья, допустим, в Чили, ну, там к родным можно тоже домой в Россию ездить, но вот основное это будет как раз перемещение между этими точками, где мне захочется оставаться, вот, для меня это как раз вот экономическая свобода, я ощущаю себя человеком земли, я не ощущаю себя патриотично настроенным россиянином, русским, который бьет себя в грудь, да, я вижу, что сейчас границы очень, очень становятся прозрачными, просто, ну, может быть, в России этого не видят, но на самом деле это так, то есть, люди открыты, они впервые, наверное, в истории настолько открыты, и культуры соприкасаются между собой, поэтому, ну, мне хочется, чтобы люди тоже пробовали и получали этот экспириенс, опыт на себе, это классно, это супер. Ну, ты прав, да, что мир идет по пути объединения, какой-то коллаборации, но у нас сейчас в России происходят совершенно противоположные процессы, полнейшая изоляция уже просто зашкаливающая, поэтому, в этом смысле людям все сложнее и сложнее принимать вот подобные решения о переезде каком-то, и товарищи угрюмые вокруг с промытыми мозгами зомбоящиком, они будут, естественно, капать на мозги и говорить какие-то такие вот аргументы, вот, например, один из излюбленных, типа, ну, вот у тебя есть, да, хочешь уехать, значит, у тебя проблема, но проблемы в тебе, приедешь, там те же самые проблемы будут, в общем, везде кругом одни проблемы, все это трансформировалось уже давно в такую пословицу, в такую мыслеформу, как хорошо там, где нас нет, то есть, это вообще классика, да, да, вот, сказать что, ну, я думаю, во-первых, что есть люди, которым ничто не поможет, потому что они не готовы расширять свои границы, они не готовы видеть дальше, чем, не знаю, там, своя рука, там, свой нос или еще что-то, то есть, они не принимают другие точки зрения, как по мне, так это определенные свойства жизни, скажем, это качество жизни каждого человека, его кругозор, его в какой-то мере усколобость, и если он настолько ограничен, да, могут произойти, конечно, в жизни какие-то важные события, или близкие могут съездить там, или друг близкий просто взял, приехал, поменялся, да, и все, и рассказал, что вот там тот-то, тот-то увидел, и все, и другого человека настроил на другую волну, в принципе, многое именно так происходит, когда мы от близких получаем обратную реакцию, обратную связь, и задаемся вопросами, потому что мы отзеркаливаем других, то, что, допустим, нам приятно, мы видим это других, то, что нам неприятно, мы это также свое видим других, то есть это очень такой верный способ, поэтому я считаю, что те люди, которые стремятся, у которых есть внутренний позыв узнать что-то, что-то попробовать, они всегда найдут эту возможность, всегда, неважно, где они находятся, или там, в деревне глубокая, не знаю, там на Урале, или еще что-то, они выберутся из любой задницы, они выберут действительно светлый, они могут выбрать светлый маршрут в своей жизни, но для этого нужно передвигать ножками, то есть определиться, обязательно какие-то возможности появятся, проявить себя, что-то где-то зацепиться за какой-то поезд, там попробовать, то увидеть, то есть можно начать просто сначала с переезда в другой город, в России даже, потом можно попробовать там на лето уехать куда-нибудь, на природу также там, на Байкал уехать, не знаю, в Алтай уехать, на Алтай, куда угодно, Крым наш, можно в Крым поехать там, или еще что-то, но, то есть, просто, это внутреннее желание, изначально идет внутренний позыв, который тебя куда-то несет, у меня так постоянно было, когда я уже в России засиделся, и внутренне, вот этот, не знаю, ветер перемен, что ли, он меня куда-то несет, я уже начинаю выбирать туда, куда мне поехать, то есть, это происходит у каждого по-разному, но я скажу, что я не мог бы жить иначе, просто это, я не могу себе позволить этого, я не представляю себе этого, как вообще иначе можно жить, вот настолько это порой, скажем, далеко заходит, но я считаю, что это единственный, это такой бескомпромиссный путь, то есть, иначе ты просто не можешь. Ну, просто шедевральные слова для завершения нашего разговора, потому что у нас уже как раз коронометраж подходит к концу, лучшей концовки не придумаешь, спасибо тебе огромное за эту беседу, я думаю, что не только мне, но и всем нашим слушателям было интересно, было действительно очень интересно, спасибо тебе огромное. Было очень приятно пообщаться и поделиться, потому что, я думаю, каждому покеристу иногда нужно, если есть что, нужно обязательно с кем-то делиться, вот, поэтому я копил-копил и какую-то информацию, возможно, кому-то дал нужно и очень рад. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, до новых встреч, очень скоро увидимся, я Митя Зет, это были Укротители Дисперсии, мы с вами скоро услышимся, всем удачи, всем пока. Если вам понравилось это интервью, не забывайте лайкать, комментировать и подписывайтесь на наш канал, тогда новых гостей и интересных тем будет еще больше. Ну и главное, обучайтесь на покерабилити.ру и поднимитесь на высокие